Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня по традиции мы разберем один единственный стих. Стих просторный, стих, который сам по себе уже привлекает внимание, но и дает некоторый даже образец. Вот это один из тех стихов, на которые мы не пробежим мимо. Он не вводный, не заключительный, потому что древние переписчики, когда уже нумеровали все эти стихи, ну вот такой достаточно длинный отрывок в него включили. Но тем интереснее будет его разобрать. Разобрать в том числе не только очевидные толкования, которые уже неоднократно, я думаю, каждый верующий человек слышал и на проповеди в церкви, и что-то читал, и у святых отцов древности, и у современных авторов, но и как-то немножко дальше, глубже заглянуть, увидеть, какую еще пользу можно из него получить. Потому что если из маленького стиха у нас задача хотя бы что-то в нем разобраться, хоть что-то заметить, то если перед нами большой стих, более длинный, где больше информации Господь нам дает, то из него мы, соответственно, должны и получить тоже побольше для пользы для своей души. Итак, под конец мы, конечно, узнаем, почему же, причем тут ангелы, какая там тень для ангелов, причем здесь наша душа. А пока что давайте откроем Евангелие от Марка, 4 главы, прочтем 32 стих. А когда посеяно всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тень его могут укрываться птицы небесные. Предшествующий стих был совсем короткий, и там говорится, как зерно горчичное, самое маленькое из всех семян, как оно вот подобно Царству Небесному, и вот как оно произрастает и становится больше всех злаков, и получается дерево. Для начала, конечно, вспомним некоторые вещи, которые уже давно разобраны, и, я думаю, постоянные зрители библейского портала «Экзегет», они уже в этом давно разобрались. Да, горчичное дерево — это, конечно, дерево не существует. А горчица — это маленькое травянистое растение, однолетнее, и поэтому здесь Господь закладывает парадокс. То есть можно сказать, ой, Господь наш Иисус Христос, что с ботаникой совсем был незнаком, ну как этим притчам можно верить? Нет, в том-то и парадокс. Парадокс, что в рамках земной жизни из маленького горчичного семени может вырасти только маленькая однолетняя травка, из которой, ну, правда, прекрасная приправа к мясу получается или к другой какой-то пище. Однако, если мы посмотрим на то, что наше существование не ограничено только земной жизнью, то все становится на свои места. Вот если представить, что духовное развитие, оно идет год за годом, правда, на деле у человека там он чуть-чуть развился духовно, а потом духовный регресс сильно настает, то вот если все-таки мы посмотрим на то, что происходит с вот этим горчичным, травянистым однолетним растением, представить, а что если бы оно не прекращало расти ежегодно, не увидало, а если бы оно росло и дальше год, 10 лет, 100 лет, 200 лет, миллион лет, миллиард, если бы оно росло в вечности, ну, как раз вот такое дерево и получается. Господь показывает, что это же Царство Небесное. Царство Небесное, оно никогда на земле не будет таким необъятным деревом, потому что вот ты смотришь, и вот человек святой жизни, а все равно это человек святой жизни, это вовсе не человек, у которого много власти, у которого много денег, который как-то успеха на земле, во всех там планах добился. И как-то вот не видно, сказать, где же это дерево, которое из маленького горчичного зерна произорсло? Да нет. Да и даже, ладно, ну и человек, правда, стал глобальным каким-то правителем, может, тираном, гигантскую армию построил, все его боятся, и там даже человек умер, ими его вспоминают. Тоже это что ли достижение? Да нет, все равно. Прах, земляясь и в землю отошел. Однако, если мы все-таки помним, что здесь же речь не о земной жизни, а о жизни в жизнь вечную, жизнь вечную, переходящую из земной жизни, нельзя сказать, что Царство Небесное, это только ждет нас уже по окончании нашего земного пути, по разделению души и тела. Господь все-таки нам напоминает, что оно внутри нас уже есть. Нет, оно здесь начинается, но весь его расцвет, он приходится, конечно, на жизнь будущего века. И как раз вот это дерево духовное, оно, его и можно оценить, потому что, да, там человек был властелином мира здесь на земле, но вот он умирает, и умирает, и это как тоже какое-то вот засеянные бескрайние поля, какой-то сельскохозяйственной культуры, но вот все, убрали ее, собрали комбайны, не собрали, все равно бьет мороз, все посекается на корню, снег выпадает, и все, история забыта. А другое дело, это то дерево, которое вот какая-то гигантская секвойя, которое растет, 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 с каждым водом меняется эпохи, возникает государство и пропадает, и оно все равно продолжает свой рост. Вот точно так же и продолжает рост в Царстве Небесное то горчичное зерно, которое Господь через евангельское благовестие, через свою крестную жертву нам дает, и которое нас ведет по пути спасения. Однако вот это горчичное зерно, которое потихонечку проявляется, если мы на него посмотрим, что Господь все-таки дает его как руководство к действию здесь, на земле, то мы поймем, что вот это духовное дерево, оно тоже может уже расцвести и стать таким раскидистым. Другое дело, что не обязательно его кто-то заметит. Можно сказать, ну вот ты же праведный человек, возьми, помолись Богу, чтобы с небес упал золотой дворец, какая-то там роскошная колесница, какие-то денежные знаки на тебя посыпались. Что же этого не происходит? Где же эта мощь? Где же расхидистые дерева, которые из этого горчичного семечка произросли? Так нет, Царство Небесное внутри, и внутри оно уже начинает из маленькой скромной травки становиться таким мощным деревом. Прежде всего потому, что уже все меньше, когда человек приближается к Царству Небесному, то когда уже вот эта крохотная семечка, через которую Господь благовествовал, оно возрастает, 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 и оно начинает всю душу наполнять. И когда оно всю душу наполняет, в душе уже меньше места для греха остается. Уже человек, его сатана зовет грешить, а все равно уже не так ему просто даже на грех согласиться. Тоже это человек, который, например, воцерковился в каком-то зрелом возрасте, может вспомнить, ой, когда я вот только приходил в церковь, но какие-то вещи прямо вот через Немогу приходилось им противостоять, какие-то вещи вот даже не знаешь, как противостоять, а сейчас вроде живешь, и вполне без какого-то греха этого обходишься. А раньше он, может, вообще в центре жизни был. Почему произошло? Да потому что как раз то горчичное зерно, которое было посеяно Господом в нашей душе, а мы его все-таки приняли и начали о нем заботиться. Оно уже настолько выросло, что ему те искушения уже не страшны. Да, появляются новые искушения. Да, чем сильнее праведник стремится ко Христу, тем наш супостат окаянный, сатана, больше стремится повергнуть. Но ему это все тяжелее и тяжелее становится. Что же вот это за птицы небесные, которые могут укрываться под сенью этого дерева, которое произошло из горчичного зерна, и уподобилось оно Царствию Небесному. Как раз если мы помним, что наше горчичное зерно спасения в самом начале, не давая ему сделать первые шаги развития, атакует духи злобы поднебесные бесы. Они мешают, они соки из нашей души сосут, они нас на грех поворачивают и заставляют, чтобы мы, как вот в царковном славянском, это очень хорошо звучит, работали греху, чтобы наша энергия, наш труд шел в пользу греха. А мы берем и наоборот освобождаем силы на пути спасения души. И если мы ангелов падших из своей души выживаем, то в ней появляется место как раз для птиц небесных, для ангелов. Ангелов, ангелов уже не падших, ангелов, воспевающих Господа, служителей Его. Как вот мы просим, Господи, дай нам ангела-хранителя. Мы стоим на божественной литургии и говорим, Господи, дай нам присоединиться к той ангельской литургии, которая на протяжении вот вечности воспевает, воспевает тебе ангела непрестанная. Мы хотим тоже с ними соединиться сейчас на земле и потом соединиться в празднике непрестанном, в жизни вечной. Соответственно, для ангела, можно сказать, тоже место в нашей душе появляется. Тут будет очень интересно сравнить вот этот приточный образ птиц небесных, которые гнездятся под кроной вот этого фантастического горчичного дерева с теми птицами небесными, которые клюют посевы при дороге в самой первой притче «Причаситель». В первой притче «Причаситель» вот эти птицы, которые клюют посевы, это тоже ангелы, но это бесы. Это они восхищают, они не дают урожаю прорасти. А тот же наоборот, но та же птица, которая прилетает уже, когда дерево окрепло, это уже ангел. Это ангел, который рад, который пришел не выкорчевать что-то божие, посеянное, доброе, а наоборот, его плодами воспользоваться, с ними соединиться, их радостью покрыться. Тут, однако, надо помнить, что волки в овечьей шкуре в духовной жизни, они всегда тоже возникают. И если человек, правда, и преуспел как-то в духовной жизни, пусть даже совсем немножко, то есть воцерковился, стал в храм ходить, стал как-то свои поступки по Евангелию, это не значит, что все, села бесовская не подступится. Тут надо смотреть, чтобы в этой тени, где свет плохо падает, не ангел Божий, не вестник воли Божией, не исполнитель его, не служитель у нас появился, а как бы под его обликом не появилось действительно какое-то сатанинское отродие. Вспоминаем, как в потеряках, в потеряках, как и преподобный Антоний, другие святые, какие им были искушения, что им ангелы являлись, как они воспевали и говорили, ой, сейчас там явится Христос, вот, и ты ему пойди поклонись, ты так заслужил, ты такой святой человек, и если святой человек на это велся, то что получалось? Да, сбрасывали вот эту личину, правда появлялся среди святых ангелов кто-то такой белоснежный, белый такой свет, что аж глаза не могут держать, и думаешь, ну вот это точно Христос. Человек падает, да, бесы срывают маски, а это были они, да, и уже человек в изнемождении, ну, Господь, конечно, сохраняет, но вот с утра приходит послушник, вспоминаем, как в житии видит, ну, как старец действительно всю ночь плясал, как будто, вот такое духовное изнемождение. Точно и так же и человек, который все-таки уже продвинулся по пути спасения, который взаимодействует со Христом, чья душа уже не только семечки веры, а вера окрепшая, которая уже произросла, что она есть, он не огражден от искушений совсем, потому что Господь свободу нашей воли сохраняет всегда, то есть даже если ты уже дерево спасения в своей душе такое мощное произрастил, ты его можешь обрушить. Да, вот как падение, если ветерок подул, и улетела травинка, но это и никто не заметит. А если какой-нибудь ураган налетел, и вековой дуб с корнем вырвал, да, то это будет событие. Точно так же и для сатаны, конечно, ему посрамить человека, который стремится к праведности осознанно, который уже долго был со Христом, значительно ему это приятней. Да, и поэтому атакует он и людей, и просто праведной жизни, атакует он священников, как носителей и благодателей таинства священства, и ждет, ждет, чтобы все мы подскользнулись, все стремящиеся ко Христу. Поэтому, дорогие братья и сестры, я бы тут предложил вспомнить слова апостола Павла, который говорит, рассуждайте, какого духа вы исте, да, вот, есть ли этот дух, который благовестует Иисуса Христа, пришедшего в силе. Если да, то это действительно от Бога, если нет, то это лукаво. Как нам эту проверку сделать, когда мы уже преуспели, и нам кажется, да, я такой христианин, вот там все люди спят, а я на воскресной службе стою, а они отдыхают. Вот там у меня коллеги, они подсиживают, интригуют, а я вот честно поступил. Но я вообще одной ногой в Царстве Небесном совсем немножко осталась, и вот я уже на небесах святым высияю. Ни в коем случае расслабляться нельзя. Как нам вот проверить вот эти духы, вот эти птицы небесные, которые гнездятся уже под кроны выросшего дерева спасения, выросшего дерева Царства Небесного в нашей душе. Бесцовские они или нет? Конечно, призывай имя Божие. Если будет в наше сердце молитва, недаром вот отцы аскетического направления, они тоже напоминают о таком мощном духовном оружии, как Иисусова молитва. Если ты имя Христово призываешь, то действительно тебе легче уже отделить волков в овечьих шкурах от настоящих овечек. Легче отделить ангельское светлое явление от явлений силы бесовской. Опять же, это не только в молитве, но это и в оценке себя, и в оценке своих поступков. Если что-то ты делаешь для себя по своей гордости, потому что я могу, потому что я правенный, вот как я жертвен, как я оступил, как там вот меня ударили, я вторую щеку поставил, какой я молодец, какой я трудолюбивый. Если это все время будет я-я-я, то лукавый вмешается. Если же мы, по совету апостола Павла, будем вспоминать Бога, Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего в силе, и сказать, вот это я для Христа делаю, это не мою ли гордость тешит, то тогда тоже сила бесовская будет отступать. Мы поймем, поймем, что она бежит, улетает. Да, может подстегнуть горькое разочарование, потому что мы взяли, проанализировали, призвали Господа, оценили свои поступки, и увидели, что под вот этой тенью спасения, вот под тенью Царства Небесного, вот этого раскидистого дерева, что все улетели не белоснежные лебеди, а наоборот гадкие вот какие-то черные летучие мыши, и вот мы остались какой-то пустого разбитого корыта. Нет, не зря. Уже весь духовный опыт, который у нас есть, он прошел не зря. Уже место есть, уже мы можем ангелов Божию звать, уже мы можем на освободившемся месте больше в добродетелях преуспеть, уже все равно мы находимся в более выигрышной ситуации по сравнению с чем человеком, который только пока вот это горчичное семечко получил, который находится на пути спасения. Поэтому я обращаюсь прежде всего к тем людям, которые уже не первый год в церкви, не первые шаги в церкви сделал, что проверяйте себя. И обращаюсь не только вот вы, и сам к себе тоже обращаюсь, потому что если священник не обращается к себе, к своей проповеди, то тоже эта проповедь будет пуста. Да, давайте вместе, вместе будем, не друг другу, а должен каждый сам себя анализировать и смотреть. Да, что же это вот, что меня вдохновляет, что меня ведет, что дает мне какие-то возможности горы свернуть перед собой, или наоборот удержаться, чтобы горы не свернуть, чтобы никому на путь эту вершину горы не свернуть, не помешать нашему ближнему. Не гордость ли это, не какие-то искушения, не осуждения, не считали, не ищу я, что вот кто-то тут еретик, кто-то тут неправ, кто-то тут недостаточно церковен, какой-то тут батюшка или мирянин, какой-то кто-то неправильный. Может, это вдохновляет мою религиозную жизнь, и я очень-очень религиозной становлюсь, но это религиозность ложная. И тогда надо это откинуть и духом любви Христовой все проверить. И вот когда дух любви заполнит нашу душу, то, конечно, нам может будет казаться, что не так людно, потому что, когда ты прогнал из-под кроны дерева спасения, там, сто бесов, и на их место пришли десять ангелов, действительно, не так будет много впечатлений, не так будет много эмоций. Это все равно, как вот ты берешь и какая-то пьяная компания вот собирается, веселые, все танцуют, смеются, там, напились, и вроде, ой, какой у меня праздник произошел. А потом, вот в случае какого-то и проблемы, и какого-то тихого, радостного торжества, то ты берешь и зовешь наоборот двух-трех своих самых близких друзей. И хотя нету вот какой-то такого разгула мощного вокруг, тебе приятнее с ними. Поэтому лучше, дорогие братья и сестры, настоящих птичек небесных звать. Лучше, чтобы один, два, три ангела были с нами, чем с нами была целая когорта, целый легион силы бесовской.